Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торры и наша глава Итро. Интересно о главе Итро написано о человеке, который сумел победить все понимание мира. И он был очень грамотным человеком, он не был простым человеком. Поэтому ему это в конечном итоге удалось, это не всем удается. Медраж говорит, посмотрим на человека, который стоит на краю крыши и вдруг он наклонился, потерял равновесие и упал. И пострадал, у него много переломов, тяжелое сотрясение, и врачи начали его лечить. Одни врачи проверили сердечно-сосудистую систему, другие врачи проверили травмы, травматологию. Потом, после того, как это проверили, проверили неврологию. Потом проверили другие органы, потом пришел окулист, проверил зрение, и постепенно все врачи приходили, приходили, и в конечном итоге сумели его поднять. И так действительно лечатся физические заболевания. Но есть заболевания духовные. Если человек сделал много ошибок в жизни, то как ему можно исправить это все? На духовном уровне забудился, занимался разными видами идолопоклонства. И потом он понял, что есть единый Бог, который за всем этим стоит. И он понял, что нужно служить только ему. И такой человек был один в мире. Это и был Итро. Он сумел, будучи величайшим человеком на Востоке, он был большим идолопоклонником, он прошел через все виды идолослужения. Все он прошел, везде он преуспел. Все эти названия разных, Бальпиора, Вашторт, разные там, Кмоши, где есть у нас в Торе, разные идолы. Вот он через все это прошел, и он понял, что это все ерунда. Что они ничего с собой не представляют. Что все, что пишет Тора, что они, это пустота и тщета. Они из дерева, из камня, из золота, из серебра. Они не обоняют, они не едят, не пьют, ничего не слышат, не видят. Какой толк с них? Он это хорошо понял. Как в свое время понял наш праотец Аврагам. И становится первым гером. Первым гером он принимает на себя заповеди Торы. Он очень радуется тому, что все силы сделал. И отказывается от всего того, что в всем еще были остатки идолопоклонца. Он по себе насомневался, приходил. Он тоже хотел присоединиться к Амалеку, к нашему злейшему врагу. Хотел присоединиться. Вот он был убежден в свое время и хотел воевать против народа Израиля. Он хотел, но потом, когда он все понял, и он увидел, что Всевышний сотряс весь мир и вывел евреев из Египта. Он понял, что вот теперь он будет евреем. Он понял, что это цель его жизни. И он становится евреем. Имя у него меняется. И, конечно, его имя уже стало еврейское имя. Зовут его Хавав. То, что мы читаем у наших мудрецов, что вот это имя именно и стало окончательным его именем. Вот так вот. У него было семь имен. Итро, вот еще с именем Итро, он еще не полностью прошел Геюр. И он мог остаться на уровне Сновейное. Он мог соблюдать всем западе Сновейное. И, казалось бы, жить вот так спокойно. Даже если человек так живет, он получает долю в будущем мире. Но он хочет большего. Он хочет соблюдать все. И вот он становится евреем. Вот такой вот человек, это Тетро. И когда он уже принимает Юр, он что делает? Он идет приводить к Торе свою семью. И Маше его отпускает. Потом мы читаем в Торе, что Маше обращается к своему Шурину Хававу и просит его, чтобы он был глазами его пустыни. И впечатление, что Шурин, что это человек, который является братом его жены Цепоры. Но о Раше благоценной памяти, он пишет, что нет, этот Хавав, это и есть Итро. Потому что написано в ней пророке, и сыновей Хавава, сына Риуэля, медиетянина. Из этого заключается, что это Маше обращается именно к самому Итро. Потому что он знает пустыню, он живет в этом месте. И поэтому он просит Маше его, чтобы он остался с нами в пустыне. И за это он получает награду. И действительно, его потомки впоследствии живут в стране Кнаан, в будущем Израиле. И живут там они 400 лет заслуги Итро, Хавава нашего. В общем, он заслужил очень большую награду. Что мы знаем о нем? Его внук Пенхас становится первосвященником страны. Мало того, что он достойный был настолько, что своим поступком, когда он возгреновал за Всесильного и убил главу колена Шимона Землицы и Насалу с медианской принцессой Казби, дочь Сура, царя медианского, то он удостоился, чтобы Всевышний сделал из него Коина, из Пенхаса. То есть он родился левитом, и Коином он бы их не мог. Если отец у человека не Коином, он Коином стать не может. Это невозможно. Он родился левитом, Рязар был левитом. Тогда еще Коином на земле не было. Потом назначил Всевышний Агарона и его сыновей Коинами. Вот стал Агарон, надавил Гори за Ретамар. А внуков Всевышний не сказал. Но за его заслуги Пенхас заработал Коинское звание. Стал он Коином и даже первосвященником. Потом у Итро были такие потомки, как пророк Ильягу. И все его дочери вышли за еврейских мудрецов замуж. Мы-то знаем только двоих, что Маше женился на одной, и Эльазар Коин женился на второй дочери. Остальные пятеро тоже вышли замуж за еврейских мудрецов. И все получили достойных потомков. Среди них были пророки. Так Всевышний его наградил. Нашего человека, которого зовут Этро. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берта Батесрейль, Павел Бенефим, Семен Герш, памяти Ури Бенхаритон, Мендель Бенмедель, Яков Беннахум, Владимир Бен Григорий, За здоровье Светлана Батклара, Шимон Бенесхак, Борис Бенмария, Анна Батривка, Полина Перв, Батсоня Сура, Лена Батклара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Ефим Бенестер, Двора Батмирия, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двора, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ида, Фиром Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Лер Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Сара, Ида Бен Хая Абива, Ефим Бен Соня, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бат Вадим, Мазл Барсас Гоя, Ирина Батури, Арон Ари Бен Ри, За хороший дух Арон Ари Бен Двоера, Низ Бен Ахум, Аль Галь Бат Сара, Хана Бат Абрагам, Рафаэль, Риолей Бен Лариса, Параса и Бриют Лаир Бен Рая, Маше Бен Маня, Марина Бат Рая, Анна Бат Александра, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем браха, параса, Каватам, малы, мазал на том, что мы это время не грешили, учили Тору, всем желаю крепчайшего здоровья, всего самого наилучшего, пусть скоро закончится страшная война и до следующих встреч. Надеюсь, вас встретится завтра в 10.40. Шалом.